Всем привет! Сегодня я готовлю еще раз персиковый джем. Показываю второй вариант. Для тех, кто не хочет срезать кожицу, лень делать компот или хотят, чтобы мякоти было больше, показываю для них. Значит, очищаем кожицу как? Вот так вот делаем надрезы, как на помидорах. В принципе, вы можете оставить кожицу, если она вам не мешает, но она будет мелко плавать в джеме. Такие мелкие будут. Я этого не люблю, поэтому я очищаю всегда. Делаем такой крестик. То есть не нажимаем на мякоть, просто только кожицу. Делаем надрез только на кожицу, не нажимая на нож. Здесь у меня где-то килограмм 600 ферсиков. Потом взвесим, посмотрим, сколько осталось. Заливаем кипятком. И оставляем так вот на несколько секунд. Ну, где-то максимум минута. Если кожа тонкая, если толстая, посмотрите. Сейчас посмотрю, я достану. Если счищается, значит, можно доставать. Прошло у меня 30 секунд, смотрю. Вот, видите, счищается. Значит, всё, можно доставать. Здесь у меня рядом сразу подготовлена холодная вода. Перекладываем в холодную воду. Теперь счищаем кожицу. Видите? Для тех, кто не хочет, допустим, мякоти... Хочет мякоть оставить. Дальше нарезаем в произвольной форме. Дальше нарезаем в холодную форму. Дальше нарезаем в холодную форму. и так взвешиваем у нас осталось кило двести но с лишним пропускаю я через мясорубку есть у вас есть блендер можете сразу блендере просто я потом буду еще погружным блендером измельчать есть у вас есть большой блендер можете сразу блендере то здесь но мне так легче например так быстрее будет у меня смотрите через мясорубку получается вот такими мелкими кусочками прошлом варианте первым я так и готовила когда вот джем готовится там плавают такие красивые мелкие кубики вот от персиков если хотите вы можете уже так и оставить но сейчас я буду готовить совсем такой пюреобразные гладкий джем поэтому я буду измельчать погружным блендером измельчаю уже до состояния кажется сейчас сюда добавляю чуть-чуть лимонной кислоты вот так вот на кончике ложки это даже не половина вот совсем на кончике можно лимонный сок сок половины лимона будет еще лучше еще аромат а у кого нет лимона лимонная кислота просто я пока его мешала уже заметила что она начинает темнеть поэтому лимон лучше изначально добавлять все комочков нет но может быть где-то что-то и осталось что блендер нельзя дальше ставим на плиту и доводим до кипения постоянно помешивая чтобы не пригорело дно все закипело закипел джем видите он очень сильно брызгается так что будьте осторожны добавляем сахар сахар я добавляю значило 200 с лишним добавила 800 грамм обычно я добавляю половину ровно сахара но на этот раз я решила сделать так потому что они не сладкие все теперь варим до готовности пока пену убирать рано пока сахар не растворился пену убирать рано если мешать постоянно она не брызгается есть и останавливаться начинает брызгаться поэтому лучше мешать у меня персиков было где-то кило двести восемьдесят где-то вот так вот даже кило не знаю даже кило 300 считать посуда у меня широкая поэтому должно быть это все быстро одновременно стерилизуем банки кипит у меня уже вот так вот пять минут буду смотреть приблизительно у меня через сколько времени было готово у вас может возможно другое время будет потому что у меня смотрите очень широкий тазик где-то 33 сантиметра где диаметр вот если у вас будет узкая посуда может быть у вас подольше будет все время перемешиваю потому что у меня она стоит на максимальном огне если остановиться может пригореть почему на максимальном огне я как уже и раньше показывала и рассказывала на максимальном огне она как бы цвет остается тот который нам нужен приятные то есть светлый цвет не темнеет когда долго варить любой варенье джим то она темнеет жидкость быстрее выпаривается джим готовится быстрее но надо следить конечно надо брать посуду с толстым дном и постоянно мешать и вообще если не мешать она брызгается лучше мешать сейчас уже можно взять пену собирать пену можно не выбрасывать делайте морс или добавить их чаю кипит джим уже 15 минут если вам слышно не знаю слышно ли вам вот шипение это значит что на дне уже жидкости практически но мало видите когда мешает шипит и начинает чем меньше жидкости тем больше начинает брызгаться значит мы уже подходим к финалу еще чуть-чуть прошло у нас еще две минуты проверяем дадим чуть-чуть остыть чуть-чуть так проверим видите он горячий еще все джим готов он у меня приготовился за 20 минут выключаю и раскладываю в горячем виде и 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 получилось 2 начатые банки по 450 1 по 200 и вот только здесь я даже не знаю сколько на 100 грамм вот так вот она выглядит пока в горячем виде пока она очень горячее покажу вам еще когда остынет джем наш остыл посмотрите на густоту то есть в банке когда мы собираем горячем виде они еще жидкие после остывания вот так вот загустеют это у меня еще прошло то всего несколько часов а в банке они подольше остывают и получится еще чуть-чуть погуще насчет цвета цвет получается вот такой вот я показала вам два варианта джема но два из многих один есть на канале один вот этот вот а какое сделать это уже на ваш выбор какой вам больше понравится какой вам удобнее сделать такое сделайте они одинаково вкусные одинаково красивые напомню рецепт значит залила кипятком чистила кожицу нарезала произвольном порядке дальше через мясорубку через блендер вы можете сразу через блендер пропустить если у вас блендер по большой то есть до кашеобразного состояния если хотите как в первом варианте у меня там просто через мясорубку пропущено так будет быстрее и так тоже красивее смотрится это же тоже на ваше усмотрение как вы хотите если хотите совсем такой вот пюреобразный гладкий тогда вот так вот а если хотите чтобы там были кусочки маленькие персиков тогда просто через мясорубку дальше добавляем лимонный сок либо лимонной кислоты доводим до кипения добавляем сахар дальше готовим до готовности проверяем как в тарелке допустим вы уже по звуку можете определить допустим жидкость выпарилась там уже начинается шипеть уже понимаете что и булькает сильнее то есть пузыри взрываются и понятно что он уже готов но пробуйте все-таки на тарелке вот как чтобы линии не сходились я готовила где-то с вами так как закипела 20 минут у меня вот тазик в котором я готовила он был широкий возможно у вас он будет 25 где-то минут вот так вот но 5 плюс минус 5 минут так что все надеюсь объяснила понятно надеюсь вам все понравилось всем пока пока пока